Со стартовыми работами методом холодного фрезерования дорожный подрядчик справился за одну ночную смену, в ночь на субботу 5 августа. За это время сняли слой изношенного асфальта с исправлением продольных и поперечных профилей. Кроме дорожной фрезы задействовали вспомогательную технику. С помощью трактора очищали покрытие, а погрузчик вывозил смет. Задача обеспечить не только качество, но и оперативность производства работ с учетом инфраструктурной значимости объекта. Уже через сутки, в ночь на воскресенье 6 августа, приступили к устройству нового покрытия. После подготовки, то есть розлива связующего материала, на очищенную поверхность наносят битумную подгрунтовку. Начали укладывать щебеночно-мастичный асфальтобетон смесь «ЩМА-16». Данное покрытие из асфальтобетона «ЩМА-16» на данный момент является одной из передовых технологий нашей второго строительного возраста, так как это один из наилучших асфальтобетонов. Гарантийный срок на выполненную работу составляет 5 лет. Подрядная организация выполнила ремонт проезжей части улицы Главной от перекрестка с улицы Шоссейной до Старго моста через реку Самара, а также в створе улиц на противоположной стороне от дома номер 1 по улице Князя Григория Засекина до Мостового перехода. Также в Куйбышевском районе отремонтировали улицу Шоссейную. Затем, как ведутся ремонтные работы на улично-дорожной сети Самары, следят не только специалисты, но и общественники, представители депутатского корпуса. Депутат Куйбышевского района, приехавший с проверкой на улицу Главную и проходящий по ней мост, организацией работ остался доволен. Тем более, что отремонтированный мост станет отличным подарком к 80-му дню рождения района. Все это возможно благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Зарова и национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Он позволит снизить транспортную нагрузку на Самарский мост и сделать передвижение по городу более комфортным. Конечно, очень много обращений поступает от жителей, поступало о том, что этот ремонт необходим. Напомним, что мосту по улице Главной около 70 лет. В процессе эксплуатации объект приходилось приводить в порядок. Так в 2012 году был произведен капитальный ремонт, но со временем, учитывая высокую нагрузку, образовалась значительная колейность. И заказчик, профильный городской департамент, включил этот мост в перечень объектов для обновления в текущем году на средства дорожного нацпроекта. Водители такому ремонту рады. Была колея на колее. Думаю, когда сделают, будет лучше. Как в Унингский мост, например. Думаю, сделают, будет результат. Деформационные швы, их срок службы 30-40 лет, в удовлетворительном состоянии и не требуют ремонта. А для комфортного проезда по мосту, автомобилями и общественным транспортом, асфальт будут укладывать вровень с железными поперечными конструкциями. Также специалисты пояснили, и дренажные решетки в районе кромки ездового полотна на мосту через реку Самары решено не трогать. В заложенном ремонт покрытия, то работа будет по покрытию. Будет выполняться примерно в 30 сантиметрах от барьерного ограждения. Работа будет выполнена примерно в диапазоне водоотводных лотков. То есть это обеспечит как так, как и отвод в вод, так и сохранение данной гидроизоляции. Напомним, для повышения оперативности, беспрепятственной работы строительной техники, а также в целях обеспечения безопасности, потребовалось ввести полное перекрытие мостового сооружения на время производства необходимых работ. Минимизирование удобства для жителей и ремонт начали под выходные, когда нет интенсивного дорожного трафика. Временное ограничение движения действовало только в ночное время суток. Подрядчик трудился на мостовом сооружении в период с полуночи и до пяти утра. Таким образом, на движение общественного транспорта работы не повлияли. Кроме того, пешеходная зона за барьерными ограждениями по обеим сторонам моста оставалась доступной для перемещения. Автомобилисты в качестве ближайшего объездного пути ночью выбирали новый мост «Самарский», где к утру 28 июля, раньше намеченного срока, закончились регламентные работы. Ремонт старого моста через реку Самара также завершен раньше запланированного, всего за две ночные смены, после чего мост начал функционировать в обычном режиме. Итого более 16,5 тысяч квадратных метров покрытия улицы Главной, включая старый мост, привели в нормативное состояние. Впереди приемка работ заказчикам, Департаментом городского хозяйства и экологии администрации Самары и его подведомственным учреждением «Дорожное хозяйство». Контролируют качество работ визуально, инструментально, непосредственно на объекте и, конечно, в лабораторных условиях. Качеству дорог и развитию дорожной инфраструктуры уделяет повышенное внимание губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Так, к настоящему времени в Самаре из 42 объектов, запланированных к обновлению в текущем дорожно-строительном сезоне в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», с работами справились уже на 37 участках дорог местного значения. По одному из муниципальных контрактов ремонт завершен в полном объеме, по другому контракту на 96%. Михаил Ермоленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.